приветствую всех на курсе по геймдизайну и в этом уроке мы продолжаем работать с ландшафтом короткие короткое видео будет покажу о проблемах и результатов удалось добиться и чего сделал мы посмотрим я сделал такую зону такую зону себе сделал вы поймете где чем находится для нормальной работы мне приходится скрывать многие вещи ведь изначально вот была зона вот она центральной здесь у нас есть город столица изначально планировал создать город но я решил сразу целую локацию начальность создать и вот наш маленький маленький город как вы видели в других видео он на самом деле очень очень огромный я добавил два ландшафта вот это игра он то что сзади находится его перенесу а на самом деле у нас будет находиться скорее всего море и планах то есть как я говорил вот здесь по кругу расширить зону и вот эта бутафорская зона background то что называется мы собственно расширим зону я начал делать такие квадрата он немножко больше чем стандартный сейчас мы посмотрим город сам какой саму столицу территории действительно очень огромная то есть но человек вот вмещается вот в эту штучку то есть размер человека и мы можем примерно представить что территории действительно огромнейшие так я скрою город потому что иначе все будет выяснить учитесь тоже этот работа по оптимизации чтобы нормально работать приходится вот эти вещи делать эти замок поставил помог означает что не могу выбрать и я лишние элементы вот так вот скрывает чтобы случайных не удалить у нас остается вот такая территория если мы конечно подлетаем мы здесь видим линия эти линии исчезает еще надо сделать обработку и тогда все будет идеально и так сначала покажу как я делаю я соединяю два ландшафта меня вот здесь world partition здесь вот есть регион создается и я создаю ландшафт видите называя down left down right сокращенно и могу определить что то есть я не так смотрю вот так вот и смотреть вот этот ландский он у меня с левой стороны ориентируясь на карту до если мы так ориентируемся значит у нас море наверно должен быть с левой стороны море должно быть и есть соответственно down drive вот если мы обратим внимание то я карта делаю то есть наезла то есть одна заходит в другую и здесь мы увидим пересечение сам для левите здесь вот ландшафта второй карте еще не сделал у нас черный черный но мы видим что он пересекается также пересекается у нас вот в этой зоне мы видим пересечение и я специально хотел записать это видео чтобы показать для чего это сделать то есть вот такой целый квадрат у нас пересечение а в некоторых местах мы видим идеально почему мы видим идеально сейчас он не помните я разблокирую мы видим идеально потому что у нас один лошад заходит другой некоторых местах у нас есть проблема вот такого рода и я это сделал чтобы было удобно их соединить и мне надо будет равнять тут места вот по этой линии это кончику одного ландшафта вот я сейчас буду проходить и равняет и соответственно по концу этой линии чтобы у меня не было видно стыков и для этого я сначала чтобы это сделать я сначала уберу любой ландшафт чтобы он мне не занимал площадь получается мне надо левую брать или скрыл еще чтобы работать было проще я могу сделать вот примерно вот так вот выделить зону выделить зону world partition и нажать выгрузить выбранные регионы и у меня должно должно не выгрузиться они не погружаются потому что я еще не сделал видимо сборку я не уверен есть другой способ их скрыть чтобы попроще работать мы можем просто выделить зеленую зону например его скрыть ведь я удачно как выделим можно сделать вот так вот и мы я придумал сделать я выделю shift и control протыкаю и основное становлю скрою сейчас она все отлично и здесь примерно так же я выбираю все на все умера и control протыкаю вот эти зоны и жгу скрыть теперь у нас давно быть больше фпс а я чему-то не видно ну да ладно и мы начинаем работу соответственно ставлю ландшафт и суть адекватно еще можно повысить качество текстуры качество текстуру здесь честно минимал и меня можно выбрать качестве теней сделать средний ведь уже лучше видно освещение миска сделал способом работ текстуры стуру повыше поднимем чтобы лучше то есть просмотр делать ландшафт вот и например то есть я вижу здесь хорошо вот тут у меня есть проблема с ландшафтом я соответственно могу выбрать размер кисти максимальный да тут здесь ведь идет здесь еще ко мне у меня в этом новом ландшафте ко мне не не добавились возможно их нужную надо добавлять возможно просто сделать сборка не добавится не знаю и факта давайте начнем вот здесь вот с края не страшно вы просто должны опустить и зажимая шефт нефт а вот зажимая шефт и вот пытаясь опустить с слишком слишком сильно кисть работает сильно сжателем причем не банки пока она не будет полностью касаться вот земли а вот не касается видимо ниже определенного порога порога нельзя сделать ну окей мы здесь сделаем вот так вот максимально смогу сможем можно по размерности увеличить а а вот здесь вот если жму эскейп жму выберу ландшафт тр правый и уже переключился новый ландшафт здесь мы соответственно будем поднимать процедурная генерация работает сразу зависит лучше поднимать с какого-то момента то есть ну где есть край не сначала начало просто закроем плавную проблему явно так и так как у нас не у нас примерно на одном уровне находится сейчас а ландшафт сити у нас и пояса у нас сотов сотый и рай тоже на сотов то есть на одном примерно уровне теперь задача а вторая это мы чуть уменьшим сжателем чтобы оно было более-менее как по схожи и неровный шлейф например я попробую сделать конечно чуть-чуть сильно меняется тень я думаю это за освещение нет как будто разные пески да и желательно делать ну проявляет здесь творчество потому что ведь я сделал и это место сильно выделяется видно что ну искусственная работа искусственную сделаю может какой-то в какой-то момент просто переключить и выбрать например сглаживание степень сглаживание давайте сделаем 3 вот этим инструментом и 6 и не очень будет давайте здесь здесь сейчас главное не применим слишком сильно 0.3 вот если я не ошибаюсь процедурная генерация хорошо работает и если мы свет исправим работу со светом сделаем мне кажется разница уйдет потому что мы видим что линии у нас сходятся линии процедурной генерации между двумя ландшафтами они одинаковые они стыкуются просто это из-за проблемы с тенями с проблемами с свету который свет которому буду менять в итоге давайте сделаем выбор и скорее всего требуется еще обработка если нет давайте еще чуть-чуть проделать видите на 2 просто проявить ключи где максимальная разница и проявить фантазии здесь можно просто раскидать какие-то сначала сложен с ландшафта она мне в моменте стыка можно раскидать какие-то камни какой-то грунт путь проходил когда-то река или там бурный хребет типа типа того и как-то попытаться можно больше прям делать стык в стыке не советую потому что здесь текстуры в текстуру заходит и соответственно нагрузка нагрузка здесь у нас больше идет с того что но ваундшафт соединиться сути сути в этом целом я думаю окей вот первая часть сделан нормально то есть и надо вот так везде ландшафту пройтись и проявлять фантазию где-то вот поверьте так и поверьте здесь два сходится она выглядит как-то не очень здесь например можем брать из места под озеро хорошее видите достаточно большой объем можно сделать и стыке соединить где-то в разных местах не обязательно прям вот притык вот 10 чуть больше взял чем здесь соединить и что друг другу хотя наверное зря нам чуть это двинуте я буду на передвигать карту может не слишком слишком то есть грубо говоря вот я человек стою темпы здесь с огромная территория надо поменьше сделать два раза двигать целом вот такая вот работа то что а с вас и мы проходимся главное что прям сильно не видеть ну и потом придумаю травку растение тропинки какие-то структуры то есть легко много чем можно скрыть где-то ответа буду пускать русло реки по этому поле окей но с этим понятно с работа маншафта вона очень огромный мы перейдем к следующему то есть в целом в целом понятно то что вот у меня и зона вот и сделал такой огромный и соответственно у меня примерно вот так вот если посмотреть вот зона примерно вот такая карта должна выйти слева здесь будет океан вот это первая зона вот здесь у нас город в центре и это получается мне надо то есть здесь чуть шире будет я вот сюда квадрат добавляю сюда 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 и сюда костики как хотел изначально не по два по одному будут добавлять как же как же добавлять эти квадраты правильно и я тоже ряд экспериментов провел начала мы определяем зону куда мы хотим добавить чуть без освещения мы определяем зону то есть данном случае на то 7 не видно а вам не совсем и поэтому не делаем вот так и я пишу и у меня продолжается как собственно я вижу вот центральный район и мне надо вот вот теперь вот у меня есть зоны и я сейчас хочу добавить квадрат с этой стороны видите я здесь уже добавил но не ландшафт нету сначала давайте покажу есть два способа добавить ландшафт сначала посмотрим как добавить карту просто а нет сначала давайте посмотрим весь вид ландшафт как добавить текстуру на самом чем вот здесь нет текстуру давайте разберем потому что это очень важно потом покажу как добавить потому что добавите себя нажму он зависит поэтому в таком порядке и у нас есть левый получается и правый у нас правом есть ландшафт а слева нет и у нас это все переходит в окрашивание мы видим что у нас есть сити и вот и зона почему вот почему здесь есть вот такая информация все просто потому что при добавление при добавлении добавление ландшафт мы добавили вот такой файлик либо после то есть это находится вот мв дюна в десерт раунд и вот такой blueprint который создает ландшафт ландшафт но видите у меня здесь есть какие-то камни вот здесь видно и по черному а здесь они не прогрузились я не знаю почему не прогрузиться возможно нужно сборку возможно их нужно как-то делать ну окей это заберут главное что основная текстура списком она прогрузилась а смотрите видите а в другом ландшафте нету то есть есть получается с правой части а влево нет давайте посмотрим разницу между правой и левой и центральной вот центральный у нас есть левый левый вот у нас появился у нас тоже есть эта текстура blueprint и здесь есть везде есть но почему здесь черно если мы заглянем сюда покрашивание мы смотрим у центрального есть информация покрашиваем то есть вот эти слои вот песок вот камни грунт что-то еще какая-то информация да главное вот это вот с сам справа у нас тоже есть смотрим влево влево нет у нас информации чтобы добавить информацию а мы могли вначале добавить него можем сейчас и что я сделал то есть можно нажать плюсик создать информацию и выбираем куда сохранить но типа зачем сохранять когда уже есть эти файлы зачем не дублировать файл если мы посмотрим дюна вот есть layer info информация да есть файлик есть вот допустим вправо это один файлик то есть здесь я не знаю что такого рода информация информация на текстуре и так далее тогда это у тебя пойдет и не будет проблем а если информация раздельно должна быть то есть вот эта информация у меня нет по поводу того что раздельно или вместе должно но для экономия место в проекте я буду естественно не оптимизация использовать один файл потому что вроде как бы это текстура и одна текстура и мы что делаем я вот нашел этот файлик и я просто смотрите вот эта папочка я просто зажимаю у нас подсвечивается ведь я другую зажимая и там под свои подсвечиваться все вот эти моменты подсвечиваться куда по сути ставить мы знаем что первое это data layer info я сейчас сделал зря это сделал у нас сейчас зависит хотя вроде сейчас может быстро произвести но скажу что то есть это не стандартно это если вы купили этот ассет вы научите где подсмотрел подсмотрел это я в туторию на их сайте из туториал и типа как создавать ассеты биомы с помощью их вещей они вот этим вещам обучают поэтому советую смотреть искать туториал ассета и сейчас я должен вот каждый файлик сюда добавить чтобы он ссылался то есть у него есть какая-то информация слоях его не хватает именно куда ссылаться где хранить куда смотреть то есть чтобы создать ландшафт что появился довольно быстро сейчас он должен подготовка шейдер сразу скажу что у меня все это висло я предлагал я также делал и пробовал добавлять новый новый ландшафт и сразу указывал место сохранять новый указывал старое место у меня все равно ландшафта не было почему не знаю почему так вышло я честно не знаю но если у вас не выходит вы все равно добавляете вот эту информацию смотрите как в другим ландшафте добавляете сюда слои сохраняетесь перезаходите еще два важных момента с которым могут быть проблем сейчас вам объясню у меня ночью стояла сборка на собрать карты и меня ушло 10 часов на сборке то есть поставил сборку лег спать проснулся там подчинял посмотрю у меня ошибка 10 часов и пока не завершилось то есть я вам советую после каждого добавления отдельного ландшафта переводить в нальниты и соответственно скучать нальниты в ландшафте и сделать сборку после его крупного изменения добавление такого гигантского ландшафта это огромная работа ведь он просто я по сути особо ничего не сделал добавил ландшафт и он уже пыльца и сохраняет сейчас после сохранения у нас будет ландшафт возможно потому что нужно добавить эту вот эту информацию вроде как вот этого достаточно чтобы она желтеньким стало а у нас какая есть информация есть пустыня главное 3-4 файла вида пустыне возможно там пустыня серая кое-чего темнее потому что у меня другая информация не совсем погрузилась есть информация о камнях я вижу о грязи грязи в оазисе и информация о звуках то есть потому что если по песку тут должен быть определенные он отдает информацию нам осталось добавить показать когда добавляется ландшафт без проблем то есть у меня ушло вчера сегодня не сидел два дня ушло чтобы полностью разобраться максимально как бы эффективно добавлять ландшафт только сейчас вот спустя два дня эксперимент и по сути понял как нужно что добавлять то вот какие-то ношу изменения походу надолго ладно тогда не буду томить потому что неизвестно это может быть 15 и закончу этот урок а в следующем видео тогда покажу изменился и ландшафт если не изменился ничего страшно просто запустить подбавлю все остальные данные подбавлю все остальные данные и покажу как добавлять нового ландшафт и тоже будет такое коротенькое видео и 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